Вы смотрите информационный марафон на телеканале Freedom в студии Каролина Король. Приветствую наших зрителей и готова уже переходить к теме для обсуждения. После гибели верхушки ЧВК Вагнер, Министерство обороны России начал устанавливать прямой контроль над вагнеровцами в Африке. Природные богатства, предприятия, политическое влияние на ряд стран Африки, а также тысячи наемников на континенте постепенно переходят под непосредственное командование Министерства обороны Федерации. Тему продолжит мой коллега Василий Понасюк. Также обсудим ее с экспертом. Центральноафриканская республика. Тут находится самая большая группировка ЧВК Вагнер на континенте. Здесь наемники последние несколько лет выполняли задания Кремля и зарабатывали деньги. После гибели Пригожина и Уткина российское правительство берет под прямой контроль тысячи боевиков. Российское руководство взяло четко курс именно нейтрализовать вагнерцы не только на территории России и Украины, включая Беларусь, но и, конечно, провести полную ротацию вагнерцев и на всем Африканском континенте, где они в некоторой степени имели индульгенцию на контроль, особенно в военной сфере, в бизнесе, проведение специальных операций, особенно по смене режима охраны именно тех ставленников лидеров стран, которые именно поддерживали Российской Федерации или содействовали их бизнесу. Недавно ЦАР посетили заместитель министра обороны России Юнус Бек Евкуров и военный разведчик генерал-майор Андрей Аврьянов. Они проинформировали руководство республики, что российское присутствие в стране сохраняется, но теперь под командованием Министерства обороны России. Президент ЦАР Туадыра в свою очередь заявил, что в стране останутся только те вагнеровцы, которые согласятся подчиниться Минобороны Федерации. Тур Евкурова и Аврьянова по Африке также включал остановки в Мали и Буркино-Фасо. Это тоже давние сферы влияния Вагнера. И кураторы по всем направлениям Минобороны приняли решение, соответственно, на высшем уровне, что именно уже сейчас РУГ Генштаб будет контролировать все подразделения, которые будут обеспечивать и охрану посольств, с другой стороны, проводить вот эти все мероприятия по контролю режимов, проведение переворотов, ну, с учетом использования силы, и, конечно, создание условий для более эффективной политики России по конкретной стране. Какие это страны, мы говорим? Ну, это Судан, это Центральная Африканская Республика, это Эритрея, это Южно-Африканская Республика. Согласно данным аналитиков, в структуре и работе группировки российских наемников в Африке практически ничего не изменилось. Большинство командиров сохранили свои посты, а боевики продолжают оказывать услуги местным режимам. Те взамен делятся доходами от добычи природных ресурсов, и все это кремлевская пропаганда называет обеспечением безопасности. Сейчас, в ближайшее время, мы ожидаем, что все контракты, но если не все, то большая часть контрактов так или иначе отданы компаниям Евгения Пригожина, будут поделены между аффилированными компаниями с близкими людьми президента. Ну, тем же Геннадий Актиченко, и мы видим, что, ну, уже пробные шары в этой сфере пущены, уже есть договоры, в том числе в Сирии. По оценке экспертов, большая часть операций ЧВК «Вагнер» под контролем Минобороны будет продолжаться, ведь Африка для России – это поле для игры в стратегию, где борются за контроль Москва, Пекин и страны Запада. Тут Кремль стремится обеспечить себе не только финансовую выгоду, но и рост политического влияния. Вот эта география российская в Африке, она очень широка. И, пустив свои корни туда, Россия действительно захватила довольно много и нефтяных месторождений, в том числе в Сирии, ну, и много алмазных месторождений. Собственно, поэтому Путин и Тимченко, и все российское руководство делают такую большую ставку на Африку. Ну, а в условиях санкций, когда, ну, в Россию сильно уменьшилась поставки различных компонентов, например, для самолетов, например, для оружия, ну, Африка – это такой новый фронт. Вместе с тем смена управления привела к нарушению логистики вагнеровцев в Африке, пишет в своем отчете Институт изучения войны. Из-за этого повстанческая коалиция «Coordination of the Watt Movement» смогла отбить у группы Вагнера город Бурэм в Мали. Василий Панасюк для телеканала «Фридом». Итак, к нашему эфиру для обсуждения этой темы присоединяется Игорь Яковенко, российский журналист и социолог Игорь Александрович. Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Александрович, так все-таки, как считаете, может ли Вагнер существовать без Пригожина? Я имею в виду не по тем же названиям, возможно, несколько с другой концепцией, но с тем же составом конкретно боевиков, которые некогда подчинялись самому Пригожину. Я не вижу здесь особых проблем. Там могут быть какие-то кадровые перестановки, но переподчинить – это же наемники, это же не какие-то идейные бойцы, которые, условно говоря, должны как-то сменить идеологию. У них идеология одна – это если платят деньги, если они могут зарабатывать, то они будут, соответственно, работать, в общем-то. И, собственно, деваться-то им особенно некуда, потому что представить себе, что там какой-то бунт – это невозможно. Потому что понятно, что в этой ситуации, если там, ну, насколько я понимаю, там будет в основном командовать аверьянов, может быть, кого-то поставят, не сам лично, но, во всяком случае, вот то, что сейчас происходит, это переподчинение и, ну, по-разному. В Сирии, насколько я понимаю, в общем-то, их просто устранили. А по африканским странам, там где-то порядка в целом, если брать не только реальное присутствие, но и какие-то возможные потенциальные возможности участия, это порядка 13 стран. Я думаю, что, да, будут работать под новым руководством. Новое руководство – это из… Может ли это быть из самих наемников? Либо же Путин будет искать верхушку из тех, кто все-таки ему больше приглянется? Но это в любом случае таки будет. Просто откуда будет этот человек? Из самой России или из тех, кто уже работает в Африке и конкретно имеет опыт работы там? Вы знаете, это технический вопрос, согласитесь. На самом деле, тут ведь самый главный вопрос – это кто будет платить деньги и кто будет обеспечивать логистику, кто будет командовать реально. На самом деле, всю эту процедуру переподчинения вагнеровцев, насколько я понимаю, поручено организовать Аверьянову. Вот это тот такой плотный мужчина, который был рядом. Вот Евкуров там был, замминистра обороны, хорошо известный, наверное, многим по своим участиям в посиделках с Пригожиным в беседочке, где они там во время вот этого штурма захвата Ростова сидели. Ну вот это, да, вот это вот как раз, как раз это Евкуров, усатый ходит, заместитель министра, бывший президент, бывший глава, глава, значит, этой самой Ингушетии. Вот, а второй такой, да, вот это вот как раз знаменитая сцена, где Пригожин требовал, отдайте мне Шойгу и Герасимова, и я тогда оставлю вас в покое. Вот слева сидит Евкуров, как раз, так сказать, замминистра, который послушно слушает, действует под диктатом Пригожина. Вот, но непосредственно будет, конечно, заниматься Аверьянов. Это фактически такой, один из главных организаторов диверсии, убийств, отравлений. Ну вот, к сожалению, сейчас его не показывают. Но я думаю, что он, кажется, вот он на заднем плане там присутствует. Вот, да, вот его сейчас показали на ваших экранах. Значит, ну это абсолютно такая жуткая фигура. Это организатор диверсии, убийств, специализирующийся как раз на отравлениях, на убийствах и так далее. То есть, ну это вполне такой человек, который может переподчинить себе Вагнер. Кто будет конкретно? Ну, вряд ли, так сказать, вряд ли сама Аверьянов будет выполнять роль Пригожина. Я думаю, скорее всего, это кого-то назначит из своих. Вот он сидит, этот самый Аверьянов. Вот, и, безусловно, значит, пойдут Вагнеровцы, куда они денутся. А какие у них альтернативы? Какие у них вообще жизненные могут быть альтернативы? Это люди, которые сознательно пошли на это. Это авантюристы. Значит, никаких шансов получить какую-то самостоятельную игру в этой ситуации у них нет. Поэтому я полагаю, что эта операция по переподчинению вагнеровцев, я думаю, что она закончится успешно. Почему спрашивала? Это будет кто-то, кто уже работает в Африке, либо кто-то новый из России поедет там порядки наводить? Потому что мне интересно, насколько вообще есть хоть малейшая вероятность того, что вагнеровцы, которые уже знают, как обстоят дела, как вести переговоры, как вообще там работать в Африке, захотят, например, возможно, либо не зависеть от России, от Путина самого, либо быть не настолько зависимыми. Но ведь Пригожин когда-то решился на бунт, и вдруг это такой амбиции бунтовщика могут передаться его подчиненным. Но я так понимаю, что вы отрицаете такую возможность. Нет, это абсолютно исключено, потому что на самом деле здесь же вопрос в том, что Пригожин соединял в себе несколько функций. Он соединял в себе функции связного с Россией, имея непосредственный личный контакт с Путиным. И он обеспечивал финансирование, он обеспечивал через свои контакты с Путиным коммуникации с местными властями. Это тоже очень важная функция. И он же обеспечивал общее руководство. Ну, конкретное военное руководство осуществляло Уткин, но общее руководство, хозяйственное, логистическое, политическое руководство, медийное сопровождение обеспечивал Пригожин. То есть он в себе, так сказать, он был лицом этой компании, потому что мы вряд ли мы видели часто Уткина, например. Ну и слава богу, потому что, так сказать, что называется личико, то еще. Но в данном случае, я думаю, что ничего похожего на Пригожина, конечно, быть не может. То есть это, ну это действительно, этот уголовник, он был таким штучным товаром. И, конечно, ничего похожего быть не может на него. Никто, конечно, да и никакой личности не наделят теми полномочиями, которыми обладал Пригожин. То есть никаких шансов, что Вагнер начнет играть свою самостоятельную игру, как это было при Пригожине. Такой опции просто не существует. Если будет назначен какой-то командир, это не имеет никакого значения. Из местных, из самих Вагнеровцев. Скорее всего, я даже думаю, что наиболее вероятно, что это будет какой-то командир из местных, из самих Вагнеровцев. Потому что, чтобы исключить какую-то, ну, какую-то проблему притирки, совместимости и так далее. Я не вижу никаких проблем, чтобы кого-то, там есть несколько человек, которые известны как командиры, которые будут приняты самими Вагнеровцами и которыми легко управлять. Проблемы такой не существует. И шансов на то, что там будет какое-то восстание, что они там начнут играть самостоятельную игру, у них не будет такой возможности. Ну, просто потому, что и местные власти, африканские в тех странах, где они будут, значит, заниматься своей деятельностью, они все-таки ориентируются прежде всего на Кремль, на Россию. Они понимают прекрасно, что именно Кремль, так сказать, обеспечивает гарантии какие-то. Поэтому никаких шансов, что они начнут играть в свою игру, просто не существует. Также еще есть мнение о том, что руководство операциями Вагнера в Центральной Африканской Республике будет возложено на связанную с Министерством обороны подрядную организацию. Также, по словам некоторых источников, вся тайная зарубежная сеть военной кампании должна перейти под эффективное российское военное командование. Конечно же, это все в больших кавычках. Это может положить конец системе, которая давала Путину возможность отрицать свою вину. И напомним, что в конце прошлого месяца президент России подписал указ, который предписывал наемникам Вагнера принять присягу на верность России. Ну вот, что касается причастности Путина, сейчас он становится как никогда все более и более, скажем так, явно причастным к любым процессам, которые происходят и исходят вообще от России. Мы, в принципе, понимали, что это так, но это уже, ну скажем так, даже юридически не особенно-то выглядит скрытным. И какие-то последствия может для него понести на международной арене? И вообще может ли? Ну, последствия он уже несет. Он уже преступник, по нему уже есть ордер на его арест, выданный Международным уголовным судом. Так что уже процесс, что называется, пошел. Я думаю, что и другие какие-то его преступления будут расследоваться. То, что вы сейчас говорите, вообще в целом сейчас происходит такая, я бы сказал, национализация преступных организаций. Ну вот, например, мы сейчас говорим о фактической национализации ЧВК Вагнера. То есть вот этот вот процесс приватизации права на преступления, права на насилие, которое в значительной степени олицетворял в себе ЧВК Вагнер. И помимо этого, там же не только империя Пригожина, она включала в себя еще и фабрику троллей, гигантскую медиа-империю, которая сейчас просто ликвидирована. И вместо нее, параллельно с ней, возникают уже другие такие же империи, империи лжи. Например, гигантская империя, гораздо более разветвленная и мощная империя лжи под названием «Диалог». Но она уже полностью под контрольное государство. Она изначально была создана при правительстве Москвы. Вот, в дальнейшем получила региональные составляющие и так далее. То есть идет национализация преступлений и лжи. Это более широкий процесс, чем тот, о котором мы сейчас говорим. Он касается не только сферы Африки, но и, так сказать, России, и того, что происходит вообще взамен таким частным компаниям приходит государство. Идет процесс национализации преступлений, именно убийства, лжи, ограблений и так далее. Ну вот, это на самом деле показательная казнь, демонстративная казнь Пригожина. Она положила конец вот этому процессу приватизации насилия, приватизации лжи. Сейчас это все под контроль государства переходит. Для того, чтобы резюмировать тему, национализация ЧВК «Вагнер» не повлияет, по вашему мнению, на деятельность конкретно в африканских странах? Да, я думаю, нет. А я не вижу вообще, я не вижу ни малейшей проблемы здесь. Потому что эти люди, они как занимались грабежами, убийствами, насилием, они так и будут этим заниматься. И, по сути дела, всегда за этим стояло государство. Всегда. Но только через прокладку в виде ЧВК «Вагнер», через вот такую частную прокладку. А так все это было так или иначе согласованно. В конечном итоге все свои возможности Пригожин получал через Путина. Так что ничего не изменилось. Игорь Александрович, благодарю вас за то, что вы присоединились к обсуждению этой темы. Напомню зрителям, что с нами на связи был Игорь Яковенко, российский журналист и социолог. Вы оставайтесь также с «Фридом», оставайтесь на стороне «Правды». Игорь Яковенко, российский журналист и социолог.